Инспектор Сергей Ермолаев с напарником Алексеем Петрушиным спешат в квартиру, где не прекращается семейный скандал. Он пришел с работы сегодня в нетрезвом состоянии. Устроил драку, скандал, душил меня, угрожал физической расправой. Вот дословно, вот так я тебя убью, тварь. Полицию женщина вызывает второй раз за сутки. Мужа дебошира уже доставляли сегодня в отдел. Вернувшись домой, он решил отомстить. Результат последнего скандала вот здесь, в этой комнате, мужчина в порыве ярости просто крушил все на своем пути. Какая нужна помощь от полиции вам? Чтобы он ушел из этой квартиры. Вы будете писать заявление? Я уже написала сегодня, я напишу второе, чтобы он здесь не находился. По словам заявительницы, мужчина год не пил совсем, а теперь, кажется, снова уходит в запой. Женщина просто боится оставаться с ним в одной квартире наедине. В этой квартире мужчина не зарегистрирован. Трезветь он отправляется в отдел. А вот куда вернется после? Большой вопрос. Пьяные выходки мужа женщине надоели. Сегодня она приняла решение с ним расстаться. Патрулирование продолжается. В доме на Зеленодольской улице мужчина просит приструнить соседей этажом выше. Громкое застолье не дает уснуть. Я к ним подошел. Так. Туда. А у них холл открывается или как? Да, все открыто. Так. Я говорю, ну, когда это молодая, надо же закончить. Молодые? Да, вот. Треть по тридцать. Инициатор застолья и дюжина его гостей веселятся с размахом. А есть это моральная сторона у вас? А что имеется в виду моральная сторона? То, что люди спят, вы наезжают. Вы понимаете, что реально в сумму слышали? Тишина наступает. Мы возвращаемся на маршрут. Бывает, приезжаешь на конфликт, может быть, и поножовщина. То есть, могут даже попытаться на сотрудников напасть. Люди-то пьяные, просто они себя ведут немножко неадекватно. И не совсем представляет, кто с ними разговаривает. Надо будет просто им даже все равно, кто перед ним стоит. Начинаешь что-то ему либо объяснять. Не всегда понимать, к сожалению. И словно в подтверждении этих слов следующий вызов. В этой квартире скандал был таким громким, что соседи позвонили консьержу. Он нажал тревожную кнопку, приехал на ряд Росгвардии. У мужчины пришлось отобрать лезвие и надеть на него наручники. Он пытался свести счеты с жизнью. Я смотрю, куда, чего у них идет. Полицейским мужчины жалуются, у него пропали 3000 рублей. Они лежали в кармане куртки. А теперь исчезли. Почти, украли в куртке. Кого вы обвиняете в этом? Человека? Я тебя защищаю, а ты мне говоришь, что я тебя украл. Хорошо, тогда я пишу встречный. По словам женщины, за недолгую совместную жизнь подобное уже случалось и не раз. Благоверный напивался, терял деньги и обвинял ее в воровстве. Я решила постарать его одежду. Я человек чистоплотный, для меня это принципиально. Когда я взяла его одежду, там лежали деньги. Он взял эти деньги, собрался в душ идти. Он пошел в душ. Больше я этих денег не видел. Терпение женщины лопнуло. Этой ночью хозяйка квартиры приняла твердое решение. Капли крови на полу, слезы, нервы. Сегодняшнее дежурство наполнено. Драматизмом почему-то все пары расстаются. Вот эти мужчины и женщины после двух месяцев совместного проживания закончили отношения. И главный дебошир, которого сейчас доставят в отдел, даже приготовил сумку, в которой уместились все его личные вещи. Писать заявление на свою возлюбленную мужчину в итоге отказался. Да и женщина не стала выдвигать встречных претензий. Зато теперь она уверена, после случившегося ноги этого человека на пороге ее квартиры больше не будет.